Всем привет! Мы находимся в иконостасной мастерской и сейчас посмотрим, как делать заплатки дерева. Здесь был зверский замок из этой двери. И мы вот такую заплатку хотим поставить сюда. То есть мы сначала изготавливаем заплаточку нужного размера по ширине и по длине. Здесь карандашиком прикладываем, очерчиваем. И можем сделать это с помощью стамески. Вот здесь вот стучать молоточком. Но в данном случае у нас есть вот такой вот надежный помощник, современный советский фрезер 90-х годов. Он бюджетный, надежный и в данном случае нам вполне подходит. Для того, чтобы его использовать в данном случае, мы предварительно сделали вот так, вот подложили еще здесь столик, чтобы он не проваливался у нас, вот здесь не гулял, когда мы к краю подходим. Мы здесь вот нарастили немножко в ту же толщину, вот так вот из подкладочки поставили, нарастили доской, чтобы он жестко своей подошвой здесь вот везде ездил спокойно. Вот. Ну и это по секрету скажу, что использовал такие вот рельсы, чтобы он тоже туда не проваливался по ходу, вот когда он идет. Вот здесь вот, когда его позировали, чтобы он туда не проваливался. Вот. А также, так же, вот здесь вот поставлены такие вот ограничители здесь и здесь, как вы видите, идеальная прямая ровная линия получилась, здесь и здесь, потому что когда я ввел фрезером, я опирал вот так вот, вот так вот его опирал и здесь проводил, здесь и здесь вот так вот опирал. Вот, фрезер мы установили с помощью ключиков таких вот 19 и 14, здесь мы фиксировали, фрезу и мою обыкновенную простую призу. Вот, здесь у нас с помощью вот этой вот ручки регулируется высота поднятия призы, вот здесь оборудована пружинами, то есть легким движением руки руки превращаются как говорится. Вот. И на следующем видео я вам покажу, как у нас выглядит заплаточка, которую я завтра поставлю. Вот, а вообще там уже такая заплатка с обратной стороны существует. вот здесь вот есть отделочка такая. Не знаю, сейчас я себе это посмотрю. Вот. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждём вас в следующем видео. Смотрите.